Добрый вечер! Сегодня у нас в гостях гости из Польши. Я надеюсь, что она сама представится, потому что я не владею польскими языками. Мне кажется, Вы хорошо не владеете, хотя, конечно, имя сложное. Меня зовут Маугожата Абитчик, в прямом переводе это Маргарита. Ну, Гоша, так будет вам легче говорить. Ну, пару слов о себе. Пару слов о себе. Добрый вечер! Может, я начну не от себя, а от того, что привет всему Приморску. Я была впечатлена Вашим городом. От себя я в первый раз в жизни в Приморске. Я тоже первый раз в жизни на Вашем замечательном Азовском море, который тут рядом. Я сама, как было сказано из Польши, я антрополог, социальный антрополог. То, что раньше назывались этнографами. По профессии мне очень интересны весь мир и все люди, их культура. Сегодняшний день я работаю в Украине, в городе Харков. Представителем немецкой организации, которая есть замечательное имя Курве Вуструх. Это центр тренинга и нетворкинга ненасильственного активизма, ненасильственных акций. И в качестве, это называется миротворца, посланного нашей организации, я поддерживаю тут платформу непобедительных организаций. Платформу, которая называется «Платформа для успешного активизма в Украине». А как давно? Как давно? Совсем недавно я приехала. Получается, я приземлилась в город Харков в январе месяце. И в этом плане наша платформа составляется с четырех организаций, из которых одна в Харкове, три в Киеве. Представитель организации тоже? Не обязательно. Много слов, замечательные люди скажу. Короче, в Украине я совсем недавно, но это не мое первое путешествие. Я просто недавно начала работать в вашей замечательной стране, но как настоящий поляк мы же любим Украину. Я тут часто приезжаю на каникулы. Вы в Украину, в Харьков? Нет, в Харьков, в Харьков впервые в жизни приземлилась на работу. Я раньше в качестве туриста была в Западной Украине, во Львове сама собой, в Каминице-Подольском, где я еще была в Одессе, в Киеве. Стыдно признаться, так далеко на востоке. Первые в жизни меня судьба бросила на работу, и я сразу улюбилась, если можно так сказать. Вот мне вчера показали ваш замечательный портал и вашу замечательную программу «Люби свое». Я такой человек, который всегда любит свое, а мое это так, где я сижу. Поэтому, если спрашиваете, я родилась в Варшаве, училась, жила много лет в Бишкеке, а на сегодняшний момент я маленький патриот Харькова. Обращайтесь по всем путешествиям. Мне кажется, нам в Харькове, за вашим примером, сделать похожую акцию «Люби свое». Учиться у Крымовского, как хорошо любить свое. Спасибо за комплимент. А в чем все-таки заключается основная работа? Основная работа – это миротворчество, как правильно по-русски сказать. Миротворческое. Миротворческое. Здесь концепция такая. Мир – это довольно сложная вещь, сложная идея. И где-то вот в 90-е годы уже вся Европа, не только Европа, весь мир понял, что после Бархайских войн, что мир – это не то, чтобы подписали контракт, закончили войну и перестали друг к другу относиться насильственно. Мир – это когда в обществе среди людей есть устойчивые механизмы, что есть и даже появляются конфликты, потому что конфликты не всегда есть. Мира без конфликтов нет, он будет двигаться никуда. Но идея такая, что вот позитивный мир – это тогда, когда вот если в обществе появляются конфликты, у общества есть механизмы самых их решат мирными ненасистильными методами. Получается, мир – это не то, что мы просто не стреляем. Мир – это когда я с тобой, я имею право с тобой не соглашаться, но я не пойду сразу, не скажу тебе неприятными словами, чем я про это думаю, но я вот с тобой вместе сажусь и подумаю, ладно, не согласен, это же хорошо, давай найдем третий путь. И есть вот такая концепция позитивная и негативная. Как правильно произнести мира, миру, мира. 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 Спасибо. Позитивного мира. Позитивного мира. Негативный мир – это когда вот не стреляем. Позитивный мир – это когда даже если есть несогласие, мы знаем, как с ними бориться, как идти дальше вперед ненасистильными методами. И в этом плане моя работа заключается в том, что я поддерживаю сеть организаций, которые работают с активистами, работают с населением в основном в Восточной Украине, вот поближе к сегодняшнему, ну да, в основном как бы мы работаем в Донецкой и Луганской области, ну как бы, да, там где можем работать. И занимаемся вот, помогаем путем тренингов, путем позвания экспертов, путем координации нетворкинга, вот сетевых связей. Мы помогаем показывать активистам, что, во-первых, они не единственны, что вот есть методы, как работать с насильством в обществе, есть методы, как ненасильственно, например, находить какие-то выходы. Вот как пример ближе, да. Есть вот исследования, которые показывают повсеместно, что ненасильственный активизм намного больше успешный, чем насильственный. И получается, если мы хотим пробить какую-то идею, это очень важно, чтобы нас поддержали в этом люди. А люди нас будут поддерживать, если понимают что-то позитивное идея, а не негативное. И в таком плане, например, какие-то больше конкретные моменты. Например, вот Харковская организация, которую вы тоже хорошо знаете. Украинская медотворческая школа. Вот точно. Например, одна из наших активностей – это создание украинской медотворческой школы, которая образует социальных посредников. Это люди, которым наши друзья из Харкова дают знания, как, например, вы, дают знания, как если вдруг появится конфликт, как от него не избегать, как просто пойти туда и всех хорошо сказать, ребята, конфликт – это же круто, это же хорошо. Трансформируем. Трансформируем. У вас столько энергии, давайте эту энергию чем против себя, мы ее вместе направим в другом направлении. И в таком плане, как бы, мы, как в немецкой организации, поддерживаем такого типа акций и помогаем, спрашиваем, а что вам в этом плане нужно. Может, какой-то тренинг, как, например, сегодня в Приморске, или другой вот типа обучения, или новые идеи. Мы, как бы, являемся такими, как бы, партнерами, которые, если что-то нужно, ищем выходов, ищем новых знаний. В Польше, в Польше уже были, да, успешные случаи трансформации каких-то глобальных конфликтов? Очень глобальные, да. На самом деле, я, мне еще не столько лет, я довольна в этом плане. Ну, и не молодая, но у меня была ребенка, когда вот это все солидарные случаи воздают. И, на самом деле, тут не то случайности, что немцы и поляки занимаются этой темой. Трансформация немецкая – это вот соединение двоих карманов, а трансформация польская – это опыт солидарности. Я, конечно, была ребенка, когда это все случалось. И, на самом деле, в этой работе, в которой мы сейчас с вами вместе работаем, вы познакомились, например, с нашим коллегом Збигневым Буяком. Для меня это такой замечательный был момент, когда мне пришлось приехать в Украину, чтобы познакомиться здесь с легендой солидарности, которая сюда приезжает и… И читает лекции. Читает лекции. Ну, вот… Я даже не… Ну, да, у них читает, конечно. Но он сам по себе человек настолько харизматический, что для меня на самом деле важнее то, что вот с вами вместе сидит и пьет чай. Человек, который… Который смог вот в определенный момент истории вместе с коллегами взять свое в руки, не допустить до насилия и показать ребятам, остановитесь. Тут, на самом деле, два оппозиционных блока – коммунисты и солидарность. Но, в общем-то, мы здесь все хотим строить общество. Поэтому мы можем даже кричать друг на друга, да? Но мы на самом деле вот строим это общество вместе. Это вот этот пример круглого стола, это замечательный пример суспильного договора, да? Общественного договора, на котором построена моя страна. И для меня это тоже такой довольно важный момент. Я тут не приношу сама нового. Я сама у вас учусь, и вместе с вами учусь у Буяка и у других, как делаются вот такие моменты, и как, как это правильно сказать, как не бояться конфликтов, а сказать, ну ладно, такая у нас реальность, что мы с этим сейчас делаем, чтобы все было всем хорошо? Ну да, замечательная работа. Так звучит. Замечательная тоже тема, что я знакомлюсь в этой работе с замечательными людьми. И вообще это проект краткосрочный, долгосрочный. Это он же не подразумевает решение одного конфликта, и потом все, спасибо, все свободно. Нет. На самом деле тяжело мне сказать, если он подразумевает решение какого-то конкретного конфликта, да? Тут идея такая, что это долгосрочный проект. Может, я вот так на одну минутку пойду назад, вернусь. Он долгосрочный. Я вот упомнила уже 90-е годы. На самом деле сама концепция вот позитивного и негативного мира, она вот старше вот в азовском плане. Но в 90-е годы, во время Балканских войн, очень много разных организаций в Европе начало понимать, что мы кое-что упустили, да? Вот политическая обстановка вы, наверное, в курсе, там, короче, были солдаты, была и среди бреницы, и было все остальное. Но, как мне, много общества в Европе, которые вот думали про войны, понимало, что по этой конкретной войне, да, что мы упустили один момент. Здесь не дело в том, что просто переставлять друг к другу, но чтобы общество самое устойчивое понимало, как дальше с этим идти. И тогда, в 90-е годы, в Германии создалась вот такая программа, которая называется «Памятский СПСССР». Это, если правильно это перевести на русский, это «Гражданская служба миру». Это есть программа, которая соединяет консорциум девяти организаций немецких, которые финансируются с Министерством по развитию, которое повсеместно посылает людей, которые как будто, как бы, как я. Но наша цель не медевать или как бы быть обвлечены в какой-то конкретный конфликт, да. Наша цель в разных отраслях помогать создавать устойчивые структуры для развязывания конфликтов. Конфликты-то не мои, они в вашей стране, и вы с ними будете дальше бороться, работать, да. Я тут ни при чём, и я даже не в состоянии их решать, да. Тут момент такой, что вы сами знаете это лучше, чем я. И вы сами лучше знаете своё общество и свои возможности. И, как бы, тут наша программа всего лишь, чтобы вас в этом плане поддержать. Так что, может быть, какого-то пространства, выдоха, каких-то знаний извне, но не обязательно. Иногда, вот как у нас сейчас проходят тренинги, иногда тренинги уже, потому что, чтобы это знание с вас вытащить, потому что вы знаете, учите меня, как пишут свои конфликты. Но иногда для этого нужно остановиться и подумать о определенной перспективе, и тогда приходится вот какой-то вот тренер, который вам это помогает. Вы подталкиваете нас больше проявить себе знаний, своих же знаний. Которые у вас есть. Которые у лучших экспертов по Украине и по украинским конфликтам, которые тут внутренние, чем вы, нету. Я тут ни при чём. Но программа на самом деле не дубосрочно, так сказать. Я вот обычно нахожу для себя вот такой маленький метафор, вот этот в проектах развития вот таких типических. Ну, поставить цель – посадить лес. Ты посадил лес, поливаешь его и смотришь, как он растёт. С одной стороны, как бы много чего зависит от тебя, потому что ты должен вот эту землю, воду и семена, и всё остальное. Но есть уже вещи, которые от тебя не зависят, да. И некоторые проекты, это быстренько построенные, пошли дальше. А вот наш проект, который вот по Миротворческие проекты, тут, понимаете, мы же не лес строим, но люди растут точно медленно, как лес. И здесь, на самом деле, как бы мы всего лишь, мы всего лишь вот этот лес вместе с вами сажаем, а на самом деле, вот плоны его забирают дети сами. Это же, на самом деле, мы тут всего лишь… Наши дети. Наши дети и вы сами. Мы тут всего лишь просто помогаем, чем мы можем, но по вашему запросу, да. И это тоже очень важный момент, да, что… Мне кажется, это тоже довольно важно, это не… Даже телевизия не должна говорить никаких красивых слов, но… Это не то, что приехали иностранцы вам сказали, да, как бы на самом деле мы пытаемся вот какое-то вот создать безопасное пространство, чтобы… Вот как в плане нашей работы, в которой сейчас здесь находимся, да, чтобы разные люди из Украины, в которых есть столько замечательного знания, могли встретиться, и этим знаниям обвиняться. Мы просто немножко подтаркиваемся, чтобы эта встреча произошла. Но такая… Это моя… Это мое видение вот этой концепции. И в этом плане этот проект, конечно, долгосрочный, потому что даже… Мы уже тут чуть ли не два года работаем. Не в самом Приморске… Да, всего лишь два года. А… Проект, на самом деле, молодой в Украине, да. А… Идея такая, что вот… Какое вот саженцы мы не посажали… Не посадили здесь вместе, они же будут расти у вас сколько лет, да. Он в этом плане долгосрочный. Хорошо, спасибо. И хотелось бы еще услышать впечатление о самом городе. Вот вчера вечером вы прогулялись, да, провели вам экскурсию, Игорь провел. Как вам наш маленький скромный городок? Я впечатленная. Я говорю всерьез. Серьезно, что… С одной стороны… Нам там очень… Тут хорошо очень работает. Есть какое-то чувство, что вот море прям успокаивает всех, и дает какую-то вот позитивную волну. А с другой стороны, как бы кроме моря, возвращается к городу, потому что мы тут тоже как будто в вашем городе находимся, хотя тут рядом море. У меня такое приятное чувство, что вот… Вот Приморск как будто защищенный вот этим валом скифским, вот этим гробом, этой горкой, да, защищенный от моря, защищенный от ветра, какой-то вот уютный этим фактом, да, тут… У меня такое было чувство уютности, да, что вот море рядом – это же чувство свободы, а с другой стороны вот эта уютность, что вот немножко спрятались за этой горкой своей. И сам город, я так понимаю, он не очень большой, но мне вот было очень приятное, уютное чувство в нем, как бы было такое понятие, что вот здесь много старых зданий. Есть что-то знакомое, потому что я знаю вот этот почтамп, почтовый дом. Есть дома, которые по архитектуре я могу узнать и в других городах. Есть вот такие чувства ухаженности, вот этот главный, я не знаю, как называется эта улица, но вот где парк, где главная улица, где АТБ рядом и фонтан. У меня есть такие чувства вот… Сквер. Сквер, да? Центральная. Центральная. Спасибо за просмотр. Было у меня такое чувство, как бы, да, ухаживает народ за своем и пытается сотворить для тебя приятное пространство. Ну, одновременно тоже видно, что тут кое-где, что там уже вот… Ну, как бы видно, что есть хороший подвиг работы с дорогами, ну, наверное… Я тоже замечаю какие-то вот разваленные здания, я не знаю… Это просто пространство. Это по пути. Мы как раз шли, это здания были, скорее всего, общежития, техникума… Да. Спасибо вас, да. Ну… Да. Ну, они везде бывают, это нормальные. У меня было чувство такое общее, что народ заботится о свой город, больше всего мне понравилось, что народ заботится о своей собаке. Я реально хочу вас поблагодарить, приморских людей, за то, что вот ваши собаки, которые уличные, у них чик, они толстенькие, хорошенькие, озаботенные, и такое чувство, да ладно, они живут на улице, но у них есть свои люди, которые их подкармливают. И что они тут безопасны, и они часто уже местного фольклора, для меня это важно, потому что, не знаю, мне так кажется, что как люди относятся к своим собакам, так и относятся друг к другу, да, получается. Вот это очень важный момент, что вот… Интересные. … и гвинные животные… Причем даже не свои дворские, а вот на улице, да. Я вот такой счастливой толстой уличной собаке с чипом в уху еще не видела, ну, может, в Истамбуле. И это тоже поздравляю. Но больше всего хочу сказать впечатленное от нашей встречи в вашем братае, встречи с вашим мэром, мэркой, которая прям такой открытый, прямой человек, это такое приятное было чувство поговорить с человеком, который реально переживает за свой город. И мне очень нравится ваше пространство. И в плане архитектуры здания, библиотеки, очень такое… Ну, видно там какую-то гармонию и просто хороший стиль самого здания. И пространство, которое вы вот в подвале создали, оно прогрессивное, оно модное, оно новое, и оно тоже показывает… Подвал – это же база, да, тоже показывает, что является базой здания. Хорошо, что у нас есть книжки, но вот база – это люди, которые вот эти книжки будут читать, да, вот. И в этом плане для меня это тоже было символически, что вот у входа в ваш портал, тут замечательная мозаика, столько мозаик сейчас из меня исчезает, она там еще держится, и она реально красивая, и она тоже вот показывает, вот, человек и книга – это же одно. А потом заходишь в подвал, и вот тоже понимаешь, что вот эти книги были бы нам не важны, если не было бы этой молодежи, которая вот хочет добавить жизни в библиотеку. Поэтому я была впечатлена встрече вчера и вашим проектом, и это, мне кажется, было самое такое грандиозное впечатление. И собака, и сейчас трактор мне понравился, но я просто любитель странных вещей. От города у меня грандиозная впечатленность, и от вашей работы мы уже с вами познакомились, знаешь, в Харкове, и я уже слышала про вас, и у меня были такие чувства, когда я заходила в ваш портал, что, ну, как бы, хотя я была тут первый раз, что это не первый раз, потому что столько видео, фотографий, рассказов и фильмов, что как будто домой зашла. Спасибо. Ну, на этой приятной ноте спасибо, конечно, за комплимент. Мы надеемся, еще не раз вы приедете в наш город отдыхать, может работать, может отдыхать, или совмещать это с другими. Ваши удовольствия. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень рада нашему разговору. И всем приморским людям большой привет с Харкова, из Варшавы тоже. Спасибо. 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 Спасибо.